Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видео мы поговорим с вами о полководце Александре Великой. В основном, играю я за него и советую играть за лучников и за кавалерию, потому что бонусы у него на кавалерию большинство. Один бонус всего лишь на лучников и один и два бонуса у нас на пехоту. Итак, первый бонус это хаммер, молот. Дает нам плюс 30% к ускорению, 20% к скорости, 60% к бонусу чарджа. Очень хорошая штука. Если вы, допустим, тремя отрядами с прокачанным умением бежите на лучников, то пол отряда вы просто-напросто затопчете. Потому что лучники, как известно, они легкие, легкая пехота. Поэтому вы просто сметете их. Второе это наковальня. Оно действует только тогда, когда вы уже в бою. Использовать его можно в двух случаях. Первый, допустим, когда противник пытается от вас убежать. Вы поймали какую-нибудь, допустим, вражескую конницу своими мечниками и начинаете ее разгромить. А враг пытается убежать. Вы включаете это на врага. Враг перестает двигаться в течение на пятом уровне 12 секунд. И также становится его отряд неуправляемым. И вы можете его спокойно разбирать. Также это умение дает минус 50% к чарле. Допустим, вы сражаетесь с кем-нибудь и видите, что в тыл к врагу сбегает ваша конница. Прожмите это умение. И намного больше урона понесет. Намного больше потерь понесет отряд врага. Третье умение это Эдванс. Его советую использовать, либо когда вы удираете лучниками от кого-нибудь, либо перебегаете с точку А в точку Б, либо на конницы включаете сначала третье умение, вот этот Эдванс, а потом уже Молт, Хаммер. Но если вы включите, допустим, сначала Молт, а потом Эдванс, то эффекта от Эдванс у вас не будет. Эдванс нам дает 48% ускорению, 40% скорости разворота и плюс 13% скорости. Последнее умение это построение в виде треугольника. Дает нам бонусы к чарджу, но вы получаете минус 80% к защите от рукопашного боя. Поэтому если, допустим, вы чаржите в спину какую-нибудь пехоту и потом вступаете в бой, отключаете это сразу умение. Иначе ваш конница просто быстро вырежет. Да, то же самое и лучники, в принципе, могут вырезать. Помню, когда на меня нападала конница, я также просто лучниками вырезал его конницу, скорее всего, он не отключил вот это вот умение. Конницы. Я использую расходник вот эту вот лошадку, которая дает плюс 4 к атаке, плюс 4 бонуса к чарджу и плюс 1 мораль. И второй бонус я когда как, когда вот эту вот олимпику беру, плюс 2 к защите и 3 к дамагу. Либо кувшинчик, который дает мне плюс 4 к дамагу, плюс 2 к морали. Давайте посмотрим теперь, как ведет себя в действии Александра. Так, у нас карта Рубикон. Встаем мы на любое место. Это очень хорошо, кстати, потому что лесов тут мало, болот тоже нет, потому что конница получает штраф в лесу. Там чардж очень-очень слабенький. Так, ну что ж. До этого показывали, что у них тоже 2 Александра, скорее всего, тоже будет 2 конницы. Мы вот с напарником из клана, с Соклановцем мы вместе выбрали поконницы. И будем сейчас бегать, искать их лучников. Кстати, он со мной рядом встал. Так, сразу же в треугольник встаем. И бежим. Посмотрим, что я здесь на берегу у нас. Смотрим. Аккуратненько так пробегаемся. Ну, варвары по-любому туда пошли. Ага, вот и лучики. А кто там у них в прикрытии? Посмотрим. Ага, копейщики. А давайте с двух сторон попробуем сожмем шестер. Ага, непонятно. Давайте посмотрим, кто там сверху. Так, жалко не видно. Пройдем сейчас туда. Скорее всего, тут Колли стоит, там Колли стоит. Или здесь стена стоит. Может, здесь вообще копейщики даже стоят. Сейчас посмотрим. Да, и тут у нас Диканла. Ух ты. Странно, походу, заманувка какая-то. Бьем, 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 бьем. Надо все уничтожить, быстро свалить. Быстрее, 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 уже бегут там. Быстро, быстро, быстро. Убиваем. Ухаж Адриан Алин у меня подскочил. Быстрее, быстрее, быстрее. Убиваем, убиваем, убиваем. И уходим, уходим. Уходим. Отлично. на вторую надо сейчас, вторую. Так, сейчас давайте подумаем, как вторую. Значит, мечники пошли сюда. Давайте обойдём здесь. Так, опять встанем в строй. Дождёмся все наши коняшки. Куда вы, куда вы. Давайте, вставайте. Так, лучники, отлично. Сейчас пойдём сюда. Пойдёмте, поможем нашим напарникам. Так, мечники здесь. Ага. Отключаем сразу строй и начинаем выносить просто. Выносим, выносим. Давайте, давайте, давайте. Так, надо, чтобы мы не обошли. Так, сейчас не ту пехоту будем выносить. Так, давайте окружаем. Окружаем. Ага, быстрее, быстрее, быстрее. Выносим, 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 пока они побежали. Всё. Так, и на нашу базу сейчас побежим. Так, всё, уходим, уходим, уходим. 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 Так, строй включаем. И уходим. Быстрее, быстрее. Убегаем, убегаем, убегаем. Приходится чардж включать, чтобы убежать. Ничего страшного. Давайте побежали на нашу базу быстренько. И будем забивать захват. Ну, переходите быстрее. Так, убежали. Ну, там кавалерии, конечно. Сейчас, 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 помоем. Сейчас собьем. Так, чардж у нас везде готов. Везде готов, отлично. Бежим. Сейчас ускорение еще включим. Сейчас посмотрим, просто, где они. Может, вот здесь он стоит, там, так, разворачиваться. Скорее всего, они вон там стоят, за домиком. Я так думаю. Да, они там стоят, поэтому... Взявим туда. Ай-яй-яй, не получилось, да? Ай-яй-яй, не получилось, да? Ну, ё-яй-яй-яй. Всегда вот путаюсь в этих кнопках, и не всегда получается чарджить, конечно, к сожалению. Ну, и еще улучшу себя, наверное, конец долг. Если кому понравилось, ставьте лайки. Всем спасибо за подписку. И до следующего боя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...